Начало учебного года празднуют не только в школах, колледжах и университетах, но также и в детских садах. Команда ЕСНТВ посетила детский сад Пясо-Песо Сил Ламяев и узнала у директора Марики Приске, как прошел летний набор и как будут праздновать День Знаний. Ну мы празднуем завтра, вообще День Знаний, так как у нас музыкальный работник работает в понедельник, среда, пятница. Ну сегодня в группах уже маленькие праздники были, то есть родители, не заходя в садики, на улице передавали цветочки. И с детьми мы сделали такой чай пить, где тоже были конфеточки, вот так посидели вот сегодня. Основной праздник, День Знаний, состоится 2 сентября во дворе детского сада. Администрация детского сада Пясо-Песо следит за безопасностью и выполняет рекомендации Департамента здоровья. И в избежание скопления людей просит родителей оставаться дома и наслаждаться концертной программой в прямом эфире на сайте Молодой ЕЕ. Да, мы завтра проводим тремя группами на улице, значит День Знаний. Родителей мы просим не приходить, но есть возможность посмотреть прямую трансляцию, посмотреть на своего ребенка. Подводим итоги летнего набора. По словам директора Марии Киприске, в этом году группы переполнены, желающих намного больше, чем может принять детский сад. Да, группы у нас переполнены, то есть мы просили по 2 человека еще добавить в группах, так как по закону можно 2 человека добавить. И братья и сестры, они должны ходить по разным садикам, поэтому мы это просили. У нас только в одной группе есть одно место, все, это 5-летние детей, больше у нас мест нет. С чем это связано, как вы думаете? Ну, многие говорят, что большая реклама была, что много было сделано за лето. Вот эти все и игры, которые были на асфальте нарисованы, и вообще праздники, которые мы проводили, мы рекламировали. Многие говорили именно то, что приводят последний год для этого, чтобы хотя бы ребенок стал разговаривать на эстонском, то есть знания у него есть. Так как в эстонскую школу они собираются идти, у них нехватка разговорной речи именно. Первая волна эпидемии коронавируса прошла весной, но сейчас все активно говорят и обсуждают вероятность второй волны коронавируса в нашей стране. По словам директора детского сада Пиасу Песе Марии Киприске, руководство полностью готово. Ну, мы все-таки так и думали, что куда оно денется, болезни обычно остаются, с ними надо уметь жить. Также все осталось в группах, мы не соединяем группы, то есть мы, поэтому завтра праздник тоже делаем на улице, чтобы не было такой сильной, чтобы группы не были вместе. В группах, значит, не соединяем, в залах мы ходим тоже 10 минут паузы, чтобы успевали модифицирующими средствами проходить. Работники тоже очень соблюдают, то есть больные не выходят, руки чаще моют, все средства у нас есть и маски, все мы подготовились. То есть и родители понятливые, молодцы, что большие детки, все в группах есть номер телефона, куда можно звонить, сказать, что ребенка привели. Работник выходит, забирает ребенка и родители в садике не находятся. И, конечно, поздравления ко дню знания. Поздравить, конечно, 1 сентября, мне кажется, очень долго ждали, так как весной-то не учились и детские уже успели соскучиться. Это по нашим деткам даже видно, хороших знаний, родителям терпения. Дай Бог, чтобы болезни не было, были здоровы. И, конечно же, это праздник. И празднуйте вечером с семьями дома. Следите за последними новостями на городском сайте.